Так, ну и напоследок давайте поговорим о несколько важных событий. Давайте сначала с покушения на Тунсо, скажите за что, кто на кого покушался, чем это все закончено и потом поговорим о вашей истории из прокуратуры Закаева. Это отдельный, на самый подсветок. Геннадий, но пока нет никакой ясности относительно того, что произошло именно. Это оппозиционер. Давайте так, просто немногие это вы знаете, так чтобы наши зрители понимали. Это оппозиционер, я так понимаю, что он его убил или как или что. Ну, есть разные понятия. Оппозиционер это когда в рамках одной политической системы оппонируют, скажем, действующие власти, выражают несогласие именно с чем-то. Я не считаю, что это сегодня стало такое, все говорят о Тунсо или о чеченцах в Европе как оппозиционерах. На самом деле мы не являемся. Мы не оппонируем Кадыров, мы не оппонируем путинской власти. Мы сторонники чеченского государства, независимого, суверенного государства. И для нас они просто предатели. Мы не оппоненты им. У нас непримиримая вражда. Мы никогда не сможем жить и работать в рамках одной политической системы оккупационного режима Российской Федерации. И Тунсо, на мой взгляд, является таковым же. Он не оппозиционер. Он является врагом путинской и кадыровской системы, причем известным, самым таким медийным лицом, можно сказать, в чеченском сегменте. И то, что с ним произошло, неясно. Сам кадыровский режим молчит по этому поводу. Шведская полиция молчит. И сегодня трудно судить о том, что именно произошло. Он мог попасть, как уже это выговаривалось много раз, под защиту, то есть под программу о защите свидетеля. Он мог быть, мы надеемся, что этого не произошло, мог быть выкран. Есть тоже такие опасения. Он мог быть ранен и может находиться под присмотром врачей. Мог быть и убит. То есть все эти варианты, они не исключаются. Ну, общая такая обстановка, как-то общий анализ ситуации говорит за то, что он все-таки жил. Я лично считаю, что он все-таки жил. Неизвестно, что именно произошло. И другое отношение, вот второй вопрос, который вы затронули, он связан с Закайской прокуратурой. Да, Закайской прокуратурой. Есть даже версия, что именно Закайская страна могла быть причастна к его исчезновению. Ну, мне трудно судить об этом. Это все-таки, мне кажется, несколько... Вам претензии? Расскажите, какие к вам претензии? Что они хотят? Я считаю несколько невероятность вот эту версию, то, что именно Закаевская страна причастна к исчезновению Тумсо. Я не согласен с этой версией. Но то, что у Закаева лично и у его группировки есть претензии к Тумсо Абдурахману, есть претензии к нам, но это уже очевидно, да. И в этой связи то последнее интервью Закаева украинскому телевидению, не помню уже какому, она вызвала сильное возмущение в чеченском обществе, в европейском и даже, ну, как бы у нас имеются тесные обратные связи с чеченцами в самой Чечне. При всех разногласиях политических нельзя так поступать со своими оппонентами. Наговаривание того, что он как бы был в системе кадыровской. В Чечне сегодня живут очень много людей, которые выполняют разные гражданские обязательства, и они не являются сторонниками кадыровского режима. То, что Тумсо выехал в 2015 году, вменять ему это, это как бы, ну, это аморально, да. Человек, весь чеченский народ не может покинуть территорию Чечни, бежать в Европу, чтобы заявить о себе как о сторонниках независимости. В Чечне живут абсолютное большинство сторонников независимости, которых сегодня просто вынуждены жить, работать в этой стране. И Тумсо Абдураманов до того, как он покинул Чеченскую республику, до 2015 года являлся одним из таковых. И это мы видим по его гражданской позиции, когда он покинул Чечню. По его политической позиции мы это видим. Поэтому вот это заявление, оно характеризует само так называемое проявительство Закаева. его отношение, мы видим явные попытки диктата называть всех своих оппонентов, я не знаю, там, агентами Кремля или обвешивать их какими-то другими нелесоприятными ярлыками. И ровно это произошло с нами, когда мы провели сель Чеченского, то есть чеченской диаспорной всеми министерствами. Это зависть какая-то. Да, да. На самом деле то, что Тумсо создает партию, то, что он выражает в своем виде, то, что у него есть какое-то видение будущего, у нас есть свое видение будущего, что есть прирезнение, это на самом деле живой, нормальный процесс в любом свободном демократическом обществе. И то, что Закаев противостоит этому, как раз таки характеризует его с отрицательной стороны, как человек, который привержен тем же методом, каким привержен кадыровский режим. Тоталитарным методом, методом диктаторским. И причем есть политическая борьба, но есть запрещенный метод в политике, когда на человека навешиваются ярлыки и его опорачивают и оговаривают таким образом, каким нельзя оговаривать. Вот можно сказать, что я не согласен с политикой человека, но из-за того, что ты с ним не согласен обвинять его в работе на враждебную страну, вот это совсем уже не по правилам. И то, что прокуратура Закаевская, это вообще... И да, ну это из области... Да, это комедийная ситуация и только так сегодня все к нему относятся. Но мы понимаем, что никто не будет говорить там с Наполеоном в шестой палате и вот где прокуратура, где ее адрес и по какому уголовному кодексу все это проводится, куда заявиться, я не знаю, или с повинной, или хотя бы с желанием защитить себя. И почему эта прокуратура не занимается откровенными предателями, которые были в кругу самого... И преступлениями, и преступлениями России, и режима Кадырова, и чеченского народа. Вот первое, чем должна заниматься эта прокуратура. Да, прежде всего, должна этим заниматься прокуратура, но мы не видим там всего где-то 30 с чем-то каких-то постановлений. И все они связаны почему-то с оппонентами Закаева, но никак не с врагами Ичкалийского государства независимого. Вот это уже как бы само за себя говорит. Ну тут я с вами согласен, вроде взрослого человека, но не знаете, как ребенок. Я благодарю Джамбула, что присоединились к нам и к нашему сегодняшнему эфиру. До новых встреч, мы очень рады были вас видеть. Спасибо, ждем новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»